ничто не вечно друзья у всего есть начало у всего есть конец и даже когда наша компьютерная мастерская будет полностью закрыта и уйдет в истории но пока мы здесь пока мы живы нужно знать и сохранять себя во времени и вы все знаете прекрасно то что нет вы только что узнаете сегодня последний день человека и мы постараемся и сказал последний человеком нашей компьютерной мастерской витя он здесь сегодня уезжает мы постараемся выжать максимум из того что у нас знаешь есть из оставшегося нет конечно друзья давать немножко кнемся в историю примерно 13 мая 2013 года что сделаем видео она говорит друзья ловите 780 видеокарту просто красота друзья знаете это те времена когда ты воистину вот держал в руках видеокарту понимал вот это мощь и даже ведь я недавно сказал то что знаете когда были апгрейды там с 560 там 550 переходишь на какой там 770 это конечно был взрыв мозга и даже на сегодняшний момент эти видеокарты супер актуальны хотя прошло по факту восемь лет то есть знаете выпустили спустя восемь лет и действительно можешь играть практически во все игрушки чувство себя достойно но речь конечно история истории в руках у меня заказ номер 2023 кажется и здесь 780 вот в исполнении от asus вот такая вот симпатичная двухсекционка притом посмотрите насколько ребята извращались то что у нас разные кулер очки один такой другой секой то есть знаете работали над тем чтобы это имело какой-то смысл но проблема очевидная да на сегодняшний момент давайте у нас тестовый стендик тут немножко вот так преобразовался обновился я сейчас подключаю эту видеокарту и мы попробуем с ней разобраться потому что это заказ клиента и мы не смогли отказать на эту вообще вид скажи пожалуйста ты видеокарты вот так со 700 серии ремонтируешь на сегодняшний нет сожалению сейчас уже я их не беру потому что 700 линейка она страдала как раз таки отвалами гпу и в понимании отвал люди много как-то разных дефектов все под отвал начинают скидывать на самом деле отвал гпу в нормальном понимании это когда у вас кристалл непосредственно теряет нормальный контакт с подложкой на которой он располагается вот поэтому в данном случае часто дефектовка ну точнее диагностика заключается в том что берете фен 300 градусов где-то 20 секунд равномерно его прогреваете при этом у вас никакие нигде шарики не расплавится я имею ввиду то есть чип у вас не скатится не отвалится мне просто были некоторые люди я как раз делал подобный ролик они говорят вот все у него там все слиплось под чипом нет ничего здесь не будет кратковременно восстанавливается работоспособность карты и опять же от там часа до года может работать нормально там все зависит от того в каком месте что отвалилось дефект у нас друзья на лицо вы можете наблюдать вот такие знаешь полосы несвойственные рабочие видеокарте тем самым будет душевный ролик поскольку ты говоришь ты их не занимаешься окунешься немножко знаешь в ту историю тринадцатого года вот у человека похожая ситуация у нас артефакт 780 geforce 3 гигабайта gdr 5 память все наше все родное с чего начать в таких случаях прогрев gpu вот в данном случае это имеет место быть и не нужно здесь делать не замеры не какие-то там замеры напряжения сопротивления все бессмысленно то что карту нас проходит инициализацию здесь налицо косяк либо по памяти либо по видео чипу но так как эти чипы славятся своими отвалами имеет смысл как раз таки его прогреть и посмотреть на результат собственно сейчас мы займемся вообще хочу сказать что вот раньше производители умели удивлять мы тут здание периодически сидим вспоминаем было как раньше ноутбуки были какими-то такими знаешь индивидуальные у каждого производителя была какая-то особенность фишка сейчас они как-то более безликими стали вот тоже asus то есть такой массивный охладный металлический бэкплейт который еще даже у современных карту там 3070 даже нету то есть казалось бы такая вот мелочь а приятно да только вчера мы сообразили то что по факту мы перешли а тут уже тут уже смотри у нас даже нету термопасты то есть человек просто прямом смысле слова и так и принес расскажите знаешь немножко про типы артефактов вот тоже давай такой небольшой то есть вот человек видит какие-то артефакты можно ли как-то назвать косвенно можно по форме артефактов понять что это чип память но артефакты они опять же делятся по сути микросы на 2 на два разных типа первое это серьезное повреждение самого гпу и там будут артефакты в виде красных разноцветных обычно точек каких-то дерганий изображения но это реже на самом деле монотонного какого-то отсутствие какого-то из цветов но это как на самом деле это немножко я уже не в ту степь полез когда память чаще всего это такие знаете горизонтальные линии всевозможные в нашем случае как раз таки артефакты похожи на то что проблема с памятью но надо понимать что у нас эти артефакты вызваны тем что связь между самим чипом видеопамяти и гпу потерян то есть здесь виновник или память или чип но в данном случае стоит обратить внимание на чип то что он именно страдал этим если по статистике да если балкон 980 то она на прогревке уже не ведется и там 1080 допустим вот при таких же артефактах там уже имел смысл прогонять диагностическим по типам отца смотреть по какому чипу у нас ошибки и так далее видите давай покажи как простым ребятам как прогревать да как прогревать просто ребятам зеленый пиксель это все-таки больше на мониторе и хочется тоже сказать вот когда вы сдаете видеокарточку в ремонт предупреждайте вот о таких вещах то что мы буквально вот сейчас ее взяли не посмотрели сколько она так могла у человека даже работать может быть он от кого-то принес потому что люди часто что-то делают там забывать термопасту намазать благо на в тесте у нас там никакой не запустишь стресс-тест я имею ввиду но порой это немножко обескураживает включаем термо-воздушную паяльную станцию 300 градусов даже быстрым поровне 298 и начинаем вот такими плавными движениями против часовой по часовой как против часовой не начинаем где-то ну секунд 15-20 обычно достаточно для того чтобы создался ну прямо какую-то физику я не смогу объяснить к сожалению кто-то это называет там тепловым ударом кто-то что там оксид как его олово или что-то там короче версии почему возобновляем буквально вот а секунда да скажи еще пожалуйста вот по современным видеокарт сразу да извиняюсь сразу такая шутер муха нужно кстати да сразу такая поправочка будет современные видеокарты имеется ввиду там geforce rodeo они ведутся вот на такой прогрев или нет смысла современно если мы берем именно от 900 линейки и ну инвиде там 900 и 1000 и 2000 и 3000 нет уже не ведется и вообще не смысла и ну типа знаешь там может попасться одна карта на сотню но это скорее исключение исправил нежели статью я понял то есть если здесь из 100 видеокарт 90 будут с этим отвалом да то как мне уже так не нужна эта мука но термуха у нас дружище вот тут любая арктик м x5 специально прислана немцами для русских вот поймут спятому я не знаю пока еще не узал но у меня есть подозрение что ее специально решили вот начать делать потому что рынок завалил и мы в 4 поддельные и как они лопаточки если у тебя есть ты прям ли выше лопаточка лопаточки по моему но я могу конечно пальцем но придется его оба что-то вытирать у меня только одна футболка в кармане вот это пойдет ништяк да если вы знали какой режим так скажем работы у дани потому что все настолько иногда быстро что я даже не успеваю соображать насколько он быстро соображает конечно давай а ты вот интересный момент размазываешь это прям принципиально не принципиально блин знаешь я не знаю какое количество контента снято на эту тему кто-то крестами мажут гранатом по часовой против часовой фиг знает в любом случае она чаще всего нормально если ты ее там не маленькую горошин куда насыпал она в любом случае под действием того что будет прижиматься на там распределиться но опять же для нормального распределения вас ты заметить какой-то всего 4 винтика и у вас видеокарта собрана в отличие в отличие от 3080 да там 1033 винтика и после этого ты понимаешь что там еще наверное ну давай количество что если у нас сейчас артефакта останутся какая какой как какие мысли если артефакта останутся в любом случае здесь два варианта либо слабо прогрели надо еще разок или действительно косяк в видеопамяти но честно скажу по своей статистике опять же это крайне 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 рядка клиент за дверью боится войти проходи друг да проходи сейчас господи а ты это чего прячешься проходить присаживайся сейчас буквально секундочку хорошо так есть контакт давай посмотрим ведь но почему так мало ты думаешь я думаю 20 секунд неужто это достаточно это достаточно некоторые на станции начинают там нет все равно все равно и артефактов стал даже больше даже больше да прям по всему тебе полезно хуже на самом деле здесь два варианта сейчас попробуем просто-напросто более равномерно и и прогреть и посмотрим на тот же результат здесь вариантов не особо много если она уже стала даже хуже себя вести это опять же говорит о том что мы память не прогревали а прогрели совершенно все в гпу то есть косяк у нас именно там и фишка не в отвале от платы а именно где-то в кристалле так что такое тоже бывает погнали подумаем побольше собственно друзья диагностический прогрев ни к чему не привел и на самом деле это еще не говорит о том что видео чип у нас точно живой следующий шаг в таких случаях разумеется мы берем флешку на которой у нас залип диагностическое по ума отца автомат как-то диагностическое афиг его знает неизвестно я не знаю я люблю знаешь такие я не могу так выпендриться вот этого я не знаю это по сути диагностическое по который разрабатывал сама nvidia для диагностики для своих сервисов и так далее вот она утекло в свое время и теперь мы можем пользоваться благами цивилизации и посмотреть что у нас происходит собственно у нас на мониторе вы видите картинка с кучей разных артефактов и вот когда вы видите вот такие вот точечки как я и говорил да не линия я тоже говорит о том что гпу на самом деле ну скорее всего с контроллером памяти здесь уже большие большие красиво это напоминает старую игрушку знаешь то есть сейчас у нас происходит тест еще гпу памяти сейчас у нас происходит тест по сути записывается некая некий объем информации в чипы памяти выкачивается сравнивается то есть если ошибки то соответственно как верифицируются данные записи верифицируются если ошибки есть то опять же сейчас нам наш мат в тесте скажет в отчете точнее что типа есть ошибки по таким-то чипом видеопамяти мы как раз таки их посмотрим и сделаем некие уже выводы сразу я уже просто предчувствую я сразу сейчас скажу многие наверное скажут да карта была рабочая то ее прогревом убил и сейчас вот у тебя все так вот плохо стало на самом деле нифига подобного потому что 700 линейка она как раз таки так и умирает ну вот да это уже не знаю какое количество какая 780 ее проверили она работает что ты рассказываешь но в наше время нормальным решением здесь будет что ой фейл я знаю как это переводится да и лишь вырывал слушай не зря в америке жил а то теперь мы берем нашу флешечку подходим к нашему к нашему компьютеру тут мы собственно уже заранее разумеется проверили сейчас сравним кстати даже репорт у нас есть изначальный репорт это же видеокарты так сейчас это здесь какой-то порт еще не работает заходим в папку mods здесь у нас свежий репорт и вот можем сравнить что разные компьютеры как же не люблю с ними работать что у нас плюс-минус по одним и тем же дупать всем короче чипом видеопамяти у нас ошибки на самом деле кто-то может сказать ну значит тебе надо еще заменить все короче чипы видеопамяти и наверняка все заработает простым людям объяснить то есть даже если то есть здесь у нас адрес каждого чипа видеопамяти от а0 до f1 да можете посчитать сколько то площадь 12 по моему здесь у нас ошибки чтения за ошибки записи неизвестные ошибки на нас сейчас конкретно вот этот вот это запишет такое с одной стороны может быть если карту швырнули об стену но честно признаюсь там нет таких повреждений чтобы делать подобные выводы и в то же время мы видим что по каким-то чипом больше по каким-то меньше но в среднем есть по всем ошибки и в первый прогон и во второй отсюда мы даже одна ошибочка говорит о том что уже когда в идеале должно вот как в первой колонке быть по нолям либо хотя бы а там по одному чипу по двум ну по трем ладно это максимум бывает как правило если карту не грели там в микроволновке с китайским флюсом и не издевались над ней все вечно хороший стати сюжет для будущего ролика да 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 дайский плюс и микроволновка есть до пара чуваков которые прямо на плитке греются я даже знаю на ю тубе видеокарты это отдельная клиника ладно не сейчас проник в любом случае что сейчас делать к сожалению я не вижу какого-то практического смысла в каком-то прогреве на паяльной станции я не знаю сейчас как раз ты спросил у клиента хочет вам это сделать иногда люди говорят ну давайте все равно прогреем то есть у них жар я наверно сейчас уточню объясню все риски если человек позволит нам для так сказать полноценной картины что происходит после дабы исключить комментарии что вы ее не прогрели как вы можете судить и так далее помпадон и вот специально для таких людей мы сейчас если то есть ты сейчас поговоришь о том что по факту у нас и гпушка да да ну совсем мертва и никакой прогрев я даже не помогает значит единственный вариант оживить эту 780 или менять ключи по их нет соответственно при учете ее стоимости но это абсолютно созваниваемся с клиентом и объясняю всю картину просим дать возможность вот это знаете рискнуть наглядно показать то что скорее всего не поможет ну в любом случае у клиента других выборов нет что так она не работоспособна хоть и в картинку выводит символически что так она просто не будет водить одни запчасти по-другому не скажешь корачок это дерево такое друзья добро нам дали в прямом смысле слова и поисказали экспериментировать как хотите и сейчас скорее мне кажется это будет вот сугубо ради контента ради таких познавательных моментов что мы с вами в очередной раз имеем что у нас ошибки практически по всем не практически по всем чипам видеопамяти я делаю ставку что все-таки гпу здесь совсем мертв потому что опять же ну против статистики не пойдешь здесь сейчас возможны два варианта конечно кто-то может сказать надо его прогреть но мы дабы прям вот сделать все по фэншую да это сейчас некоторые мастера скажут что еще будут заниматься бесполезной работой но опять же ради контента на что не пойдешь мы возьмем отриболим этот видеочип и на самом деле здесь возможно два сценария первое что все заработает и тут это можно будет объяснить двумя опять таки под сценарием первое что более существенный прогрев длительные при больших температурах пошел на пользу видеочипу там действительно восстановились какие-то контакты но гарантию давать на подобный ремонт крайне крайне трудно то есть это знаете такое сугубо экспериментальное это может все дело проработать один день а может и три года вообще легко второй вариант что ну ни к чему это собственно не приведет даже наверно три под варианты кстати ничего не приведет такая же абсолютно будет картина и третий вариант что у нас просто сдохнет нафиг видео чип почему это опять таки происходит вот такие полумертвые видео чипы после серьезного прогрева к сожалению могут совсем откиснуть и опять таки все картинки вас просто-напросто не будет менять видео чип вот поэтому сейчас мы ее ставим на паяльную станцию для начала нам надо снять с вами компаунд которого находится здесь вокруг нашего видео чипа это в основном делает asus в наше время как раз таки вот на 700 линейте было берем аккуратно опять таки не всем я думаю сейчас понравится то что я это делаю пинцетом но блин поверьте мне можно конечно зубочисткой дабы прям вообще точно ничего не повредить никак там не сколоть и так далее но мне вот допустим удобнее это все делать таким образом поэтому сейчас снимем вот этот герметикообразный компаунд именно это называется компаунд дом если кому вдруг интересно вот у кристаллу самого здесь тоже компаунд только он уже такой его просто так не снимешь держит наш кристалл вы я думаю друзья заметили то что мастерская развивается и у нас действительно появилось несколько апгрейдов мастерской помимо того больших полчик которые супер важны для ремонта как раз таки вот таких подобных вещей у нас появился вот такой вот подогрев нижний можете наблюдать и что самое конечно знаете не дешевая на сегодняшний момент для мастерской это полноценная вот такая вот ну хотя бы называется мини но станция инфракрасная которая непосредственно как раз таки выполняет знаешь супер функцию в данном случае если мы собираемся с вами работе снимать чип ведь расскажи немножко поскольку я понятное дело вот с этим не знаком близко в чем в данном случае у нас термопромини правильно да в данном случае у нас вроде как упрощенная версия то есть без вот этих вот стандартных таких здоровых контроллеров но в то же время она полностью функционально то есть это полностью законченный готовый продукт по сути эти контроллеры переехали нас ноутбук то есть управление у вас компьютера получается я на ней буквально наверное сколько вы чипов внутри четыре вот за эти бар пара людей которые туда смог поработать многие из моих опять-таки зрители могут знать я приверженец таких как бы вариантов если у вас вы хотите максимально сэкономить конечно можно там поискать и чуть не китайские подогревы данного качества будет соответствующие если вам нужен готовый вот все в одном грубо говоря до чтобы вы купили поставили и у вас сервис начал работать мне кажется что все-таки термо про это максимально подходящий в данном случае вариант то есть здесь у вас и вверх и низ ну хватает для всего по сути и опять-таки есть термо профили вы через приложение заходите выбираете там для свинца для без свинца там их опять-таки они разные собственно мне кажется с точки зрения именно удобства и скорости работы это ну просто напросто аналогом сейчас на рынке просто сейчас нам эта станция будет безусловно помогать и и выражу огромное спасибо дмитрию гамонову потому что благодаря ему мы выбили скидочку на эту станцию потому что она на самом деле так-то не дешевая для простых ребят но конечно всегда это приятно когда можно немножко сэкономить я ссылочку оставлю на его youtube канал более того вот знаете дмитрий это как раз тот человек про которого витя отзывается вот это мастер один я считаю один из самых топовых мастеров это канал just note если кому интересно но это человек который я не знаю у него такой багаж знаний что не за сто лет я думаю поэтому мастера если вдруг вы смотрите это видео вы знаете куда переходить я думаю так подписаны тем не менее не забудьте проверить что не отписались случайно давай приступаем к делу нажимаем на кнопку на кнопку нажали и какой процессе запустим сейчас у нас будет для без свинца получается термо профиль то есть у нас это будет постепенно греться на разных уровнях то есть равномерный нагрев сейчас ноги конечно скажет что у вас здесь нет вытяжки вы все задохнетесь во первых я сейчас буду снимать без флюса то есть ну по сути там никаких паров вредных у нас сильно не будет потом уже будем сажать на флюс опять-таки он не особо сильно кипит но опять опять же в сравнении на по мне так а если брать коем-нибудь китайский иногда в дешевых каких-то ну в простых сервисах да поедки алиэкспрессовским флюсом и там действительно иногда снимаешь чип там такой кумар стоит без вытяжки но в данном случае я думаю что у нас все обойдется конечно на первый разочек пока мы ее не поставили я думаю какие у нас вариант других и нету вариантов развития здесь миллион поэтому вытяжка один из следующих этапов отлично а сколько примерно по времени вот эта вся протестура занимается нужно ли следить тебе за этом либо мне вот в этом и плюс до что можно не следить поставили она там сама дойдет начнет так скажем сигнализировать вам о том что уже пора звуковой сигнал будет так скажем вот и вам всего лишь на все будет подойти нужно снять видео чипы на этом все здесь по-хорошему должны быть еще вентиляторы для охлаждения там всего этого дела но у нас их пока что к сожалению нет по независимым от нас причинам в любом случае но без них мы справимся более чем поэтому поехали да очень медленно я смотрю как поднимается собственно друзья мои видео чип мы уже сняли особенностью на самом деле этих видео чипов является то что с обратной стороны здесь у них ряд конденсаторов поэтому при реболе иногда достаточно проблематично если у вас нет соответствующего трафарета с вырезом под эти кондеры потому что шарики не так удобно будет накатывать но это да ладно это не страшно перетерпим в любом случае после осмотра я здесь не вижу никаких серых пятаков либо оторванных либо еще чего-то именно поэтому я снимаю без добавления флюса многие мастера допустим по перед снятием заливают кучу флюса под чип не знаю для чего кто-то говорит для того чтобы было более равномерно распределялась там температура мне кажется это все такая себе вкусовщина поэтому в любом случае лишний раз чтобы не дышать флюса сейчас наша задача снять старый припой из гпу из нашей доски отриболить зачистить площадке отриболить наш видео чип все это дело намазать флюса и посадить снова видео чип если после этого у нас карточка живет ну действительно повезло так какое-то время она поработать но опять же здесь стоит сказать так как здесь у нас нет никакого механического отвала грубо говоря да потому что когда карта ударник здесь это будет сразу видно как там шарики в первозданном виде грубо говоря они остались на чипе а здесь контакта по сути там и не было здесь такого у нас случае нет поэтому если все заработает то просто-напросто более серьезный равномерный прогрев гпу он исправил ситуации но сколько это все дело проработает одному богу здесь а Субтитры делал DimaTorzok Все готов. Видеочип у нас отриболен на свинцово-содержащие шары. Опять же, немножечко мне помешало, конечно, здесь наличие конденсаторов, потому что у меня трафарет немного кривой, поэтому, так скажем, непросто это было занятие. Опять же, косвенным признаком того, насколько хорошо отриболен видеочип, служит как раз-таки цвет компаунда. Как ни странно, частенько новички ужаривают чип таким образом, что здесь у вас просто такая коричневая корка получается, и чаще всего GPU в таком случае уже будет неработоспособен. Сейчас наша задача нанести флюс, посадить чип на плату, все это на паялку закинуть, посадить, и уже будем непосредственно проверять результат. И опять же, не знаю, что из этого выйдет. Дань, как ты думаешь, что это будет? Честно, я скептически отношусь к этой всей затее, но верю в нашу удачу. Но, я так скажу, примерно 85 процентов, я думаю, у нас ничего не получится, 15 составляю просто на то, что мы супервезучие. Но, учитывая по всем признакам, по-моему, у нас не так много шансов, но мы всегда верим в лучшее, потому что тут не попробуешь и не узнаешь никогда. Ну, в любом случае, в зависимости от результата, в конце мы сделаем некие выводы, подытожим, чтобы зрителям было понятно, вообще, что ради чего это делать, зачем, и какой в этом был значительный смысл. Это отвечает, на самом деле, на многие вопросы, потому что люди-то не знают, грубо говоря, какие там последствия, говорят, допустим, просто отребольте меня, либо прогрейте. А у мастера это, введя карту, умирает, скажем, на паяльной станции, думает, что в чем-то там был какой-то другой неправильный момент. Уже подводных камней, в современных, тем более, карточек очень много, и часто люди именно просят что-то сделать, конкретно отреболить, там, скажем, 1080, да, и я иногда стараюсь людей отговорить, сказать им, ребят, ну, у вас там видеочип реально уже мертвый, они не ведутся на прогрев. Но люди все равно хотят, тогда я всегда говорю, что хорошо, без каких-то гарантий, я могу вам отреболить, но у вас вариант может быть такой, что карта вообще умрет окончательно, и вообще даже картинка не будет выдавать. Вот, ну, тут все зависит от клиента, в первую очередь. В любом случае, ставим это все дело на нижний фотограф, только сейчас я тут все стойки воткну окончательно. Ничего не понятно, но очень интересно. Давай, давай, что? Даня бьет меня по рукам, чтобы я не включал до запуска камеры. Все, отреболены, появится картинка или нет? Я думаю, я думаю, ничего не появится. Е-дри-ть, да ну! Ты чистый язык, кстати. А, пигеть! Да? Да ешкин, серьезно? Ну, давай сейчас винду сначала загрузим. Но она уже загрузила без артефактов, а до этого с артефактами было. Да, получается, я мошенник обманул. Зачем ты это сделал, Виктор? То есть, по факту, рыбол видеочипа нам сейчас обалденно помог. Е-дрить, колотить. Вопрос. Ну, сейчас, главное, надо запустить какой-нибудь тест, а то, знаешь, бывает, что вроде помог, а потом черные экраны, и все. А, чуметь, слушай, ну... Те, кстати, да. А, все, да? Все, на этом... Ну, я тебе так скажу, вот как раз-таки... Не, может, сейчас, кстати, драйвер там может... Ну, маловероятно, что так долго, никогда, мне кажется, 780-е так себя не вели. Ну, дай посмотрим. Перезагрузим? Давай, перезагрузим, да, ну, я тебе так скажу, уже первоначальная картиночка была, хотя бы, хотя бы хоть что-то. Ну, АСУ стабильно, АСУ стабильно, но сурок, сурок. Ой, господи. Я теперь некомбанял АСУ. Ха-ха-ха. Я дальше первую букву, я больше не читаю. Ну, давай. Опачки. Слушай, есть у нас артефакты, да. А, да, я вижу. А, да, да, да. Да. Градиентом стали. Ну, однозначно лучше, правда, у нас отлетела винда походу. На ровном месте. Сейчас нужно будет переподключить. Но, это результат однозначно лучше, чем было. Но, видишь, вот как раз, о чем я и говорил, что это настолько непредсказуемо, что теперь она раньше хотя бы с артефактами в винду заходила. Теперь она без артефактов, но в винду она... Мне кажется, мы все-таки сможем сейчас зайти в винду, поэтому мы сейчас немножко тут передернем нашу SSD-шку. Бывают у нее такие глюки. И все-таки попытаемся загрузиться. Ну, собственно, друзья, сколько бы мы ни пытались, все равно в винду она не заходит. То есть, в момент подхвата видеодрайвера черный экран и на этом все. Зато артефакты, ну, они там иногда проскакивают, но частично пропали. Поэтому, думайте, сами имеет ли смысл лишний раз заморачиваться с такими старенькими видеокарточками. Сейчас. Чтобы воскресить их. Опять же, ReBall, как я и говорил в самом начале, это настолько непредсказуемая вещь. То есть, одно лечим, другое калечим. Вот именно в старых таких видеокартах. Как правило, ReBall может считаться за ремонт, когда у вас карта «ударник». То есть, она у вас упала, вы ее уронили. Там у меня были случаи, когда люди транспортировали системники. Знаешь, там через дек фигово упаковали, и там ее прям долбанули так, что иногда это действительно помогает. Кстати, можем сейчас еще сделать вот так. Ну, сейчас покажем на винду. Ну, собственно, вот, можете видеть, что сейчас просто черный экран будет в момент подхвата драйвера, и все. И как бы, увы, чип здесь мертв. А это было так близко. Так было близко, я в какой-то момент поверил. Я поверил. Но нет, волшебство в данном случае бывает практически. 15% оправдали. Ну, да, я бы так сказал, 5% оправдались. Я действительно получил эмоции вот этого первого запуска без артефактов. То, чего я эта видеокарта давно уже не видела. Тем не менее, сейчас, собственно говоря, Мацом еще разочек прогоним. Да, посмотрим, как Мац вообще отреагировал на это вот все. Это действительно интересно. Вот, поэтому, когда вам предлагают ReBall, вот наглядный пример. Это касаемо и ноутбуков, и старых особенно, и видеокарты еще старее даже, чем 780. Знайте, что это иногда инвестиция в никуда. То есть вы можете потратить деньги, потому что, как правило, за такую операцию мы эти деньги с клиента брать не будем. Мы это в качестве эксперимента делали. А так потратить, и у вас она не заработает. Либо умрет совсем, либо ничего не изменится, либо умрет через неделю, и будет разочарование, что вы потратили. А в среднем ReBall там в районе 3000 рублей до сих пор стоит. Ну, как бы вот, в никуда. При этом мы постарались максимально, скажем так, качественно, на самом качественном оборудовании сделать. Это все на ThermoPro, опять же. Все с температурными режимами, все, чип сел идеально, без каких-то проблем. Не ужарен, не угрет. Но, как ни странно. Классно, что тут тоже артефакты пропали, потому что они тут были даже на этом уровне. Это интересно, что будет по ошибкам памяти, кстати, везде ли они сейчас будут отражаться или нет. Ну, он может даже сейчас пройти, кстати, без фейла, скажем, что типа да, все окей. А, нет, все равно фейл. Ну, и сейчас посмотрим, что у нас в репорте матцы. Пока мы смотрим репорта Макса, скажу то, что у нас чат в Телеграм-канальчика немножко улетел, друзья. Соответственно, ссылочку я оставлю, потому что его забанили, и там ребята сделали новый. Поэтому перейдите, если вы в Телеграмчике сидели и вдруг сейчас сидеть не можете, потому что чат у нас... Сейчас у нас осталась ошибка ровно по одному чипу видеопамятия. Ух ты! Конечно, мы можем сейчас раскошелиться и ради, опять же, контента его заменить даже. Потому что, видите, да, у нас все это дело изменилось, ошибки по большинству чипов видеопамяти исчезли. Но я не знаю, насколько это будет оправдано. Если хочешь, можем сделать уже до победного, так скажем. Но с экономической точки зрения здесь смысла в этом нет абсолютно никакущего, но можем попробовать. Господи ты боже мой, а у нас такой чип есть? Поищем, да. Нет, нет, не ГПУ, а именно чипы видеопамяти. Чипы памяти, да. По нему сейчас ошибки, потому что ошибки после ребола. Опять же, кто-то сейчас скажет, да нет, это вы прогрели память, потому что на паялке все чипы вдруг ожили. На самом деле, нет, ребята, опять же, можете верить в это, конечно, в эту прекрасную сказку. На самом деле, это нифига не так работает. А здесь конкретно у нас сейчас после такого масштабного прогрева ГПУ он ожил на какое-то время. И сейчас можем еще заменить даже один чип видеопамяти. И, возможно, она заработает, но я, опять же, скептически настроен. Давай, давай до конца добивать. Последний у тебя сегодня денечек, знаешь, сделаем полный эксперимент. Это, конечно же, ни в коем случае не рекомендуем делать, если вы за это платите деньги, друзья. Ничто не вечно, как и это видео, друзья. Пришло время концовки, Витя, жги! В общем, друзья, я давненько не занимался подобными экспериментами, особенно когда цена видеокарты несоизмерима даже уже с ценой ремонта. Или наоборот, я уже путаюсь. Короче, смысл в чем? Что мы с вами сделали? Изначально были, вы помните, артефакты, ошибки, мы отреболили чип, мы заменили чип видеопамяти, по которому остались ошибки. Я даже на всякий случай взял и еще раз чип нагрел, чтобы, ну, мало ли, по одному чипу остались, там один бит у нас сбойный в результате. Вдруг где-то у меня что-то не досело, потому что село все идеально. Нет, это исключено. Чип памяти тоже не помог еще раз, поэтому в результате у нас сейчас, если мы посмотрим тест MATSA, то вот как бы у нас по одному, по самому первому A1 у нас как раз-таки сбойный чип видеопамяти. На самом деле, такое поведение, оно, опять же, свойственно тому, что у нас проблемы с контроллером памяти в нашей видеокарте. И стараться ее дальше сейчас оживлять, ну, я просто лично не вижу никакого смысла, потому что, как минимум, если ReBall нам помог, то вероятностью 99% чип был прям вот в таком сильном отвале. И давать гарантию, допустим, на такую работу, ну, просто нереально, потому что она у вас может вернуться там через неделю, и вам придется опять там что-то прогревать. Короче, не вариант. В данном ключе я считаю, что вот такой показательный просто эксперимент, что мы сделали кучу работы, она на самом деле не оправдана, не оправдалась, потому что иногда, к счастью, получается, что действительно они оживают, работают иногда месяц, у меня были карты даже, которые год практически работали, а были, которые через неделю возвращаются, и ты уже смотришь в глаза клиенту и понимаешь, что тебе предстоит сейчас опять либо уже искать какой-нибудь живой видеочип, то, что ты денег как бы взял, да, либо прогревать его по новой, а это тоже такой сомнительный вариант. Поэтому, ребят, 700-ая линейка, я считаю, по крайней мере, по своему опыту она вот... Не супер благодарная работа, скажем так. Ну, типа, это скорее ради контента, потому что если бы вот ко мне такая карта пришла, ну, я, скорее всего, человека бы отговаривал от этой всей эпопеи, потому что это весьма-весьма сомнительно. И давай вот, знаешь, подведем вот такой итог, поскольку ты сюда с барского плеча приехал действительно помочь нашей мастерской, которая не имеет опыта вот в ремонте таких видеокарт, дать нужное направление. То есть ты нам... Я тебя, кстати, поздравляю, благодарю и поздравляю, это по факту, наверное, вот, несмотря на то, что ты за кадром отремонтировал 1060 только что, это, вот назовем так, на видео, последняя видеокарта, назовем так, в твоем первом трипе в город Белгород. Ну, я надеюсь, что дальше вернусь. Да, которая у тебя была, знаешь, с заключением здесь сделана. И скажи, пожалуйста, какие нам видеокарты стоит брать на сегодняшний момент на ремонт? И я так скажу, поскольку мы действительно начинаем это погружаться в момент, то есть вот и зрителям нашим тоже, что ты бы вот прям рекомендовал, вот какой из серий. Я понял тебя. Я считаю, что в любом случае карты, вот, когда к вам приходят, да, вы должны в первую очередь сделать качественный ремонт, во-вторых, дать гарантию. Это вот два фактора, на которые я обращаю внимание, потому что никому не хочется потом возиться, через неделю вам звонят, здравствуйте, а видеокарта, которую вы чинили, потухла. Да, и ты понимаешь, что тебя ждет опять вот этот вот эти проблемы, этот геморрой. Поэтому вот NVIDIA от 1000 линейки, от 1000, 2000, 3000, это то, что надо брать в ремонт точно. 900, я бы сказал, 50 на 50, потому что, опять же, там хоть чипы, они и, как сказать, на отвал, у них отвалов таких не было, как 700 линейки, но очень часто топовые карточки типа 980, 980 Ti, там две проблемы, либо DRMOS вылетают, да, там с керамикой что-то по питанию такое надо брать, как бы на это можно дать гарантию, либо чипы уже настолько ужарены вот от времени, то, что они были мега горячие, система охлаждения не всегда, они у всех производителей были производительные, вот, поэтому я бы там рассматривал каждый конкретный случай. Про AMD, это все-таки уже больше от RX 400 линейки, да, 500, там, 5000, 6000, потому что, опять же, старенькие вот эти R9, там, 290, 390, опять же, это все отвальное такое вот дело, где, опять же, можно это брать, это можно брать, но потом не удивляйтесь, что, да, что у вас карта посыпалась через, там, 2-3 недели, человек к вам придет с разочарованием, как же так, вы же мастер, а вы вот плохо сделали, а от вас там будет уже мало чего зависеть, потому что вы можете питание починить, у вас там чип окажется мертвый, у меня была такая просто тема, когда только я начал заниматься ремонтом видеокарты, у меня не было практически статистики, опыта, и ко мне пришел человек с R9 390, она у него потухла, и там типовая была проблема, это Sapphire был, с вылетевшим DRMOS, я поменял DRMOS, в результате оказался еще и мертвый видеочип, то есть, ну, она просто под нагрузкой начинала артефачить просто диким образом, то есть, казалось бы, ты потратил время, восстановил цепь питания, основной дефект, а у тебя еще дополнительный вылетел, и после этого я принял решение, что, ну, оно не стоит, мне кажется, потраченного времени. И подводя, знаешь, такой финиш-финиш, что я понял из всего этого, то, что на самом деле мастер, если вот так мы это, знаешь... Но я не мастер. Да тут никто не мастера, если мы так называем, но люди, которые называются компетентны в чем-то, в данном случае ты компетентен в ремонтах видеокарт, полтора года, полтора года всего Витя ими занимается, представьте, на каком уровне, то, что как раз-таки мастер, он, знаете, в том и делаешь, вернее, он не берется за все. Здесь нужно... Я раньше думал, знаете, когда мастерская, так, везде всем начнем помогать, абсолютно каждую ерунду брать, блоки, материнские платы... А что, к ныречка? Да, и я думал, ну тогда это хороший человек зашел, и на любой момент... А сейчас я вот спустя несколько лет, варясь в этой всей серии, понял то, что как раз-таки нужно очень четко, знаешь, разделять эти все моменты, и действительно хороший сервис ты можешь предоставить по определенным пунктам, по определенным параметрам, чтобы за это не было не стыдно, и действительно, это был коэффициент полезного действия очень высокий. Ну просто получается, что ты постепенно начинаешь, если все прям берешь, да, на ремонт, зарастать вот этим вот всем, там, блоки, материнки, еще что-то, а иногда ремонт, он просто-напросто, ну, нецелесообразен. Да, мы не берем сейчас в расчет, что человек, иногда клиент может приискать, пожалуйста, сделайте хоть вот, хотя бы неделю пусть поработает, да, вот все, окей. Такое еще можно брать, но все же я считаю, что в первую очередь надо предоставлять качественный ремонт из гарантии. Если эти два, две вещи не соблюдаются, потом все это на ваши плечи опять будет валиться, вы потратите в два, в три раза больше времени, чтобы исправить, опять же, свой косяк. То, что если вы взялись, починили, оно сломалось снова и в том же месте, но это ваш косяк, как бы, ребят. И лишний раз, мне кажется, лучше себя ограждать от таких вещей. Сейчас 6 часов 08 минут, 23 июня 2021 года. Это был исторический ролик, связанный с Витей, Даней, GTX 780, нашей компьютерной мастерской HFPC. Закрываем эту тему и на будущее, знаешь, закидываем нам несколько вот таких ниточек. Мы должны с тобой, хотели рассказать, не знаю, успеем, не успеем, про как раз-таки ценообразование в компьютерной мастерской. Очень такая, знаешь, жопоподгорательная тема. Я думаю, это хорошая тема для стрима. Идеальная тема для стрима, на самом деле, возможно, не знаю, может, мы к тебе приедем, может, еще какая-то нас полученный момент. Я думаю, это будет супер обалденно, поэтому, что вы должны сейчас сделать, друзья? Если досмотрели это видео до конца, не забудьте по всем ссылочкам перейти, которые я посмотрел. Для мастеров это паяльная станция Thermopro, конечно же. Подписаться на канал Витя, потому что просто низкий поклон. Главное, ставьте больше лайков, потому что, еще раз, вы не представляете, сколько работы делает этот человек. Я потрясен, на самом деле, его производительностью. Фу, хватит заниматься, да? Да-да-да. Увидимся с вами в будущем в новых компьютерных историях. Щелкните колокольчики, кнопку подписаться, она будет очень приятна. Увидимся в будущем. Пока-пока.